85% поверхности Земли Wi-Fi покроет к 2021 году. Спустя 10 лет 3D-принтер будут использоваться в больницах всех уровней. К 2042 с помощью нано-роботов станет возможно бессмертие, а в 2045 Земля превратится в один гигантский компьютер. Пока подобные предсказания кажутся немыслимыми, но их автор, футуролог Рэй Курцвилл, уверен, будущее не так далеко, как многим сейчас кажется. Так что же ждет человечество? Останется ли на Земле к концу этого века хоть что-то живое? Выясняла наш корреспондент Светлана Шарова. Зловещие предупреждения человечеству видят многие в этом нашумевшем в свое время фильме. Согласно сюжету, идея создания искусственного мира принадлежит компьютерному мозгу, который в конце 21 века захватил всю планету. Если сейчас появятся технологии бессмертия, они разрушат общество, они введут дисбаланс. А для того, чтобы эта проблема не возникла, нужна космическая экспансия. Мы должны расселиться, заселить космос. И как ни странно, реальность, выдуманная писателями-фантастами и воссозданная режиссерами, активно преобразует нашу жизнь. По мнению писателя Юлии Басовой, именно авторы являются своеобразным звеном в цепи передачи информации высшему разуму. Потому что, когда ты пишешь, ты действительно входишь в некое подобие транса. Ты действительно общаешься с космосом. К примеру, братья Стругацкие предсказали существование колец у всех планет-гигантов, а также впервые упомянули эффект замедления времени. В фильме «Матрица» его активно использует режиссер. И, возможно, у кого-то действительно есть некая миссия передать сигнал, передать какое-то предупреждение поколению будущему. Классик английской фантастики Артур Кларк еще 70 лет назад предсказал появление всемирной сети. Но ему не поверили. Прошли годы, прежде чем американский футуролог Рэй Курцвилл, основываясь исключительно на логике происходящих событий, начал предвидеть возникновение компьютерного разума. С каждым годом процессоры становятся все быстрее, а память машин все больше. Кажется, еще пару-тройку лет, и мы действительно переместимся в «Матрицу». Но так, чтобы полностью жизнь переместилась в виртуальную среду, я думаю, что все-таки этого никогда не будет. Кирилл учится в Госуниверситете информатики. И пока писатели лишь предполагают, какое будущее нас ждет, он его активно приближает. К примеру, сейчас студент Малоярославцев работает над прототипом компьютерного мозга будущего. Сейчас мы разрабатываем экспертную систему, которая в будущем позволит полностью заменить человека в службу поддержки, например, мобильных операторов или интернет-провайдеров. Кстати, идеи создания ЭВМ или электронно-вычислительной машины ученые тоже вдохновились после прочтения фантастики. В середине прошлого века математик Джон фон Нейман познакомился с рассказом Марка Твена из «Лондонской Таймс» за 1904 год о прототипе ЭВМ в электроскопе, после чего и создал принцип хранения данных и команд в компьютерной памяти. Вы помните, «Солярис» называется этот фильм. И в этом фильме реализована идея разума в виде тумана, в виде облака. Так вот, приблизительно то же самое получается и сейчас. Туманное вычисление или облачное вычисление – это как раз вычисления, которые, по сути, реализуют возможности искусственного интеллекта в пространстве. Кстати, все тот же писатель-фантаст Артур Кларк сделал немало предсказаний, которые сбылись. К примеру, в середине прошлого века он предвидел информационный характер общества будущего и детально проследил динамику развития искусственного интеллекта. И совсем недавно американские ученые создали компьютер, который функционирует подобно головному мозгу. Его секрет кроется в нейросетях. Они открывают для нас возможности менять отмершие участки мозга, значит, на искусственные. Они позволят нам интегрировать мозг с электронными устройствами. Сегодня человечество переживает высокий подъем в области прикладной науки и техники. Наступил век развития нанотехнологий. И это было предсказано писателем-фантастом. Олдес Хаксли в середине прошлого столетия описал возникновение некоторых областей генной инженерии. К примеру, клонирование и замену внутренних органов искусственными. Отмирает участок мозга. И вот вся функциональность, которую этот участок мозга выполнял, будет перехватывать и выполнять нанороботы. Вероятно, сбудутся прогнозы не только американского футуролога Рэй Курцвилла, но и других писателей-фантастов. Когда-нибудь мы станем бессмертными. И тогда, быть может, начнутся настоящие звездные войны за раздел галактики. Однако представители академической науки утверждают, что работая над компьютерным мозгом, люди все же кое-что предусмотрели, чтобы этого никогда не случилось. И напоминают, любой искусственный интеллект – это в конечном счете всего лишь математика и ничего сверхъестественного. У человечества остается единственный шанс на спасение. Это деление на ноль. Математическая операция, которая сведет на нет все планы порабощения людей машинами. Светлана Шарова, Павел Тенин, специально для X-версии, телеканал ТВ-3, Москва.